которыми воспользовались эффекты, и прям-таки кто выйдет победителем, сказать очень и очень сложно. Ну, пики-баны. Аппарат Void Night Stalker и Bloodseeker против Веномансера, Эрспирита, Дарксира и Манки Кинга. Активная дота у нас намечается с обеих сторон. Тоже стоит отметить, если на предыдущей карте, на первой конкретно, если говорить об этом, у М19 Night Stalker был в качестве третьей позиции, что же будет на этой карте? По поводу пика М19, Дарксир на сложную, Эрспирит у нас будет ромить на четвертой позиции, а вот с Веномансером и Манки Кингом все так понятно. Скорее всего, Веномансер отправится в мид, а Манки Кинг фармить на легкую линию. Но, в принципе, вариант, что Манки Кинг отправится фармить, в смысле, наоборот, Манки Кинг в мид и Веномансер на легкую, тоже возможен. Как на предыдущей карте, эффекты как раз и использовали Веномансера в качестве кэри. Если я не ошибаюсь, Сим Спирит тоже там одну игру залили, поэтому не все понятно, кто же у нас все-таки будет играть с Вегой, там все как раз решается, судя по времени. Так что и у нас, и у них серия полная, вот все три карты увидим, опа, варлок. Ну и все, ВЗ становится на свои места. А вот у эффектов сейчас мы уже поймем, пойдет ли это в Войт сложную, в Блудтикер, например, в мид, Найт Сталкер роуминг, и сейчас появится, например, кэри, либо в Войт фармить. Тут, в принципе, очень много, скажем так, вариантов развития событий. Чаще всего, да, Найт Сталкера используют на четвертую позицию, тут никто и не спорит, но, например, М19 использовали как хронлайнера, и у них вышло это просто очень здорово. Но там были достаточно слабые саппорты. В принципе, если так подумать, то не сказать, что варлок и Рспирит, они прям очень сильные, сам просто Веномансер сильный персонаж, если именно он будет на легкой линии. Но этот пик мне пока нравится в М19 чуть больше, потому что у них, если так посмотреть, то 5 массовых ультимейтов, и их дать чуть попроще, чем точечные спулы. Здесь же Блудсикер, это ты там тратишь на одного, Найт Сталкера должен фокусить на другого. Может быть, как-то сложно скоординировать свои действия, а там варлоком големом по двоим персонажам чуть попроще попасть, согласитесь. Ну и в Веномансер такая же идентичная ситуация. Появляется Мирана, вот так вот еще раз берут Мирану. Ну, соответственно, уже понятно, что Войт у нас отправится на сложную линию, быть третьей позицией Мирана, как и на предыдущей карте в мид, ну и седой фармить. На предыдущей, кстати, карте Мирана очень много сделала для победы своей команды. Да, в целом там все неплохо сыграли, но вот просто, мне кажется, благодаря Миране они все-таки смогли завести. Ну и активные действия Магу, разумеется, вначале помогли. Да и ошибки М19 тоже решали, не будем прям хвалить всех. Я вообще всегда со стороны стакан на половину полон смотрю. И мне больше нравится хвалить действия игроков, чем их за что-то ругать. Но если уж что-то совсем очевидное, почему бы это не озвучить? Думаю, что игрок и сам понимает, где он там прав или нет. Я не буду говорить по особо жестким моментам в макроигре, потому что тоже игроки должны знать, но если ты видишь, что человек в БКБ не прожал или не использовал спелл, то, что ты озвучиваешь как комментатор эту ошибку, в этом ничего плохого нет. Ага, проблемы какие-то у Мага. Ну как думаете, будем сегодня с хроносферой Мага смеяться? Сегодня мы уже смеялись. Вчера мы смеялись с его лосов крипа. Сегодня смеялись с его орчидов крипа. Будем ли смеяться с его хронов крипа, мы увидим на этой карте. Мне пик М19 немножко больше нравится. Я считаю, что эффектом чуть посложнее будет с этим пиком. Кто знает, вдруг там хронов пятерых, шальные стрелы, тиммейт-аппараты еще по всем. Так, Распирит уже занимается расстановкой вардов. Тоже мне, в принципе, понравилось, как этот игрок показывал себя на Распирите на первой карте. Варды давайте посмотрим. Варды 19 у себя поставили вард, дабы иметь хорошую вирус на баунте руну. Почему? Потому что, опять же, саппорт варлок, он достаточно уязвимый. И если будет попытка атаковать с Найт Сталкером, бойт его и Найт Сталкер увидят, то очень вероятно, что они его и накажут. Второй вард на сложной линии, то есть мид у них без варда остался пока что. Также здесь стоит вард и у команды эффект примерно. Рядышком они находятся. Понимают, видимо, что здесь будут драться за крипов. Дарксир может также подходить, подфармливать при комфортной для него линии. Распирит был... Какой? Пытался украсть, подстапливать мага. Но посмотрите, как они решили поставить линию. Я изначально не озвучивала этот момент, посмотрела на закуп мага, понимая, что это медовый закуп, но правда ли, что они его так решат поставить? Как мы видим, они правда решили так поставить. Они оставили Седова, одного против Варлока и Манки Кинга. Я тебе скажу, как у Курьера. Ну, вы понимаете, о чём я. Здесь же у нас уводят против Феномансера, и рядом также находится Распирит. Они сейчас смотрят, что это за фигня. Но это правда неожиданная расклад коллайдов. Уже Распирит начинает потихоньку магу давать по щам. Ну, маг вроде бы чувствует себя нормально, у него хватает регена, скажем так. Не видела мага в миде вообще никогда. Иногда он, по-моему, не менялся раньше. Ну, может и менялся, но мне, по крайней мере, не довелось. И вот уже начинаются потихоньку какие-то перемещения. То есть, не угадали с линиями. Мирана перемещается на нижнюю линию вместе с Аппаратом и Найт Сталкером. То есть, пока М19 их заставили двигаться в том направлении, в котором нужно конкретно иметь. Ну, они изначально планировали поставить именно Япро эффектов Дарксира против Блудсикера. Потому что, в целом, Блудсикер может против него стоять, потому что просто хорошо регенится и добивает крипов, регенится и ничего как бы ему не сделать. Но ребята готовы свапаться линиями, почему бы и нет. И у Блудсикера, возможно, будут очередные проблемы. Но Блудсикер говорит, я... Ой, как я... Я помню, один раз я комментировала игру, когда они свапались около шести раз. Вы вообще, представляете, как это было забавно наблюдать? Да, они опять свапаются. Хотя Блудсикер сейчас бы... А, он забанит. Бабуть, я просто подумала, что неужели он вообще в леса пойдет. Нет, он не пойдет в леса. Смотник такой, ясно. Ясно, за телепортом? Нет, не за телепортом. Не за телепортом. Так что решили уже остановить эти свапы все. Давайте посмотрим, что в Миде творится. В Миде на данный момент видно Мансар 9.4, Войд 13 на 4. Но у Войда очень приятная анимация атаки. У него она даже без топорика, очень крутая, с топориком, у мага с фармом проблем никаких не должно быть. Проблема в том, что с левелом Пикачу станет более неприятным. Эти змейки будут более трудно убиваемые. И с ними он просто может пойти запушить Войда. Потому что, а чего ему там бояться? Да, остался маг. Остался. Больше не хочет бегать по карте. Трипла против триплы. Монки Кинг. Варлок. Арспирит. Против Найт Сталкера. Аппарат Эмираны. Аппарат вообще в трипле очень сильный. Но если Кингер будет так подставляться, то все это дело может закончить как очень неприятно. Стрела попадает по МК. Он замерзает. Пытается драться до конца. И мы видим, что не получается это сделать. Как раз то, что я сказала. Что аппарат в трипле очень силен. Во-первых, Найт Сталкер очень плотный. У него и армора в принципе опять предостаточно. Здесь же Монки Кинг в этом плане обделен. Ну, по крайней мере по армору и по выживаемости, скажем так. Плотность 660 хп. Тут 800... Прошу прощения, не там столько, что там... Ну и вот и хп, и армор. И уже мы понимаем, что будут проседать в этом плане. ФБ. Кстати, подождите, ФБ Амирана? Нет, ФБ забирает аппарат. Ну ладно. Тоже как бы приятненько. Обычно аппаратов убивают, а тут УМФБ досталось. Во-первых, в местах у нас пока вводят и Сикер по крипстату, но... В принципе, Фаник на уровне держится. Но Массар тоже не особо отстает. Так что пока по линиям они стоят приблизительно равно. Даже вот посмотрите, МК и Амирана абсолютно идентичны к крипстату. Кстати, что удивительно. Но одна смерть у МК. Так, Найт Сталкер. Он находит спирита. У него, кстати, нет телепорта. Поэтому у Найт Сталкера есть шанс его просто убить. Но Батавр, конечно, он уже не пойдет. Но в теории можно было бы что-то придумать. Что-то только то, что придумать. Никак ему там никакая ракетка не поможет. Если бы не пошел, то у него не сплы. Используется Шрайн. Адрегенится. И можно попробовать напасть самому Распериту. В Минденово это сложно напасть. Тут еще вот тебя сам принять может, потому что у него имеется хрона уже. Я переключаюсь на Найт Сталкера. И мы видим, что такая же ситуация, как по крипам. Вкатывается у нас Расперит. Седой начинает гореть. Однако телепорт Найт Сталкера, телепорт аппарата. Они сразу отменяются, когда Седой говорит о том, что все, они отступили. Потому что перетягивать тоже не очень хочется. Тут Мирана одна останется. И на нее могут напасть. Убить ее будет сложно. Потому что тут такой не совсем хороший стан. Но тем не менее. Зачем давать лишнее пространство для фарма Манки Кингу? Так, подходит Кингер. Ну вот все, Варлок уже приплыл. Тут как бы без шансов. Мы как раз говорили о том моменте, что Варлок это один из таких саппортов уязвимых. И закончился вард, который вы помните, я изначально сказала, что поставили. Чтобы Варлок мог спокойно идти за баунтируной, понимая, что здесь его не ждет какая-то бригада. Он закончился, Варлок пошел, Варлока убили. Еще стоит отметить отличный вард от конкретной команды эффект, который позволяет им видеть, что это происходит, и делать такие фраги на таких Варлоках. Хотят реализовать хроносфера. Но Пикачу находится в очень хорошей позиции. Он точно знает, что на него не выйдут отсюда. Здесь про Флайнфар, что нет Найтсталкера, нет аппарата. И здесь Вижен имеется, а с этой стороны Вижена никакого нет. Тут, кстати, стоит очень хороший вард, то есть они знают, в какой позиции он находится. Ну, Фаннинс не уйдет. Было потрачено 2 ульты на него, и с другой стороны еще и Варлоку забрали. Ну, еще, кстати, вероятно, что и МК отправится в таверну. Эффект 5-0. Да, сейчас получилось забрать Мирану. Кстати, может, даже еще один фраг сделает на Сарспирит под Орвом Веномом. Нет, выживает, выживает аппарат. Первый фраг команды М-19. Похоже, было на начало первой карты, когда так ввели М-19. Но времена меняются. Идут на Найтсталкера. Найтсталкера бить сложно, но... Да, именно сложно, потому что здесь еще Мираном отходит, дает стрелу на ход, попадает прямо в лицо земляному человеку и, на самом деле, человеку, духу. Ну, и на этом отправляет его в таверну. 6-1. Тысяча преимущества. Не сказать, что прям миллион золота, но, тем не менее, преимущества есть. Так, посмотришь, кстати, Веномансер уже по фарму начинает доминировать на линии. Он уже очень много таверах опоснил для 8-й минуты. Сам понимаете, таверн его практически не просел. И нападение на самого Веномансера. Но Пикачу расставляет огромное количество змеек. И пытается уйти. Ползет, ползет, ползет. Раскастовывает утимейт. Утимейт раскастован очень круто, конечно, по-троим. Однако поддержки никакой не было. Кстати, было бы неплохо, если бы она была в лице, например, того же Распирита. Но почему-то нет. Скан у нас в Силу Света. Они видели. Они видели, когда Распирит пошел. Видимо, зарунули. И подумали, что что-то нашел. И так оно и есть. Распирит под Хейстом. Нейт Сталкер левел 5. Как результат, соответственно. Хрона у Вольда уже имеется. Сделает на себя Mask of Madness. Ребята, ставь лайк. Если у тебя в игре, когда ты играл на Войде, была такая проблема с Mask of Madness, когда ты ее поражал и не смог поставить хрона, либо отпрыгнуть и восстановить хп. Я, конечно, не говорю, что у меня такая проблема была недавно. Господи, это было так стыдно. Я сейчас прыгнула в замес, думаю, ух, сейчас хрона поставлю. Ну и было очень забавно. Но не будем о плохом. Просто думала, посмеетесь с меня. Почему бы не поражать человеком? Так вот, надеюсь, что... О, я к чему это сказала? Надеюсь, что у мага таких проблем не будет. Мага первое место по надворцу занимает. Ох, очень обидно. Мка отсюда никуда не уйдет. У него даже теории бы маны на телепорт не было. Я мог бы переключить ПТ, но нет, не хотелось бы. Ох, ой-ой-ой-ой-ой. И фит по фест пошел от команды М19. Им нужно собраться. Либо, опять же, у них план для того, чтобы нафармить свои артефакты. В теории, если так посмотреть, на предыдущей карте у Сидова на Масле были очень большие проблемы, но у них потом получилось, скажем так, нафармить. Так, вот с хрона. Может быть, хрона это реализовать и пойти? Почему бы и нет? Потому что, например, у Варлока сейчас четвертый уровень. И драться в полную силу М19 не в состоянии. Дарксир, опять же, не так часто идет, скажем так, в драке. До того момента, когда у него Мека появляется. Стрела пеноманстера прилетает. Но Пикачу очень плотный. Клак, Райнтроп, ПТшка на силу. Камень не самый удачный. Еще и Сайланс Олд Найт Сталкер, который бегает по Таркейнеру. Тоже у него Сайланс снова будет очень скоро. Рядом находится Манки Кинг. У него ульта нету. Имеется седьмой уровень. Получает лингер-балку. Сейчас будет вкатываться Распейд. Однако, Мирана дает отличную стрелу. Клэпает Рошан. Рошан всегда появляется там, где нужно. Не, ну, появляется он там, где нужно не может. Но появляется в то время, в которое нужно. Клэпать, когда нужно. Вот буквально недавно был такой момент, когда я смотрела. Не помню, какую игру. По-моему, на Старладе игра шла, если я не ошибаюсь. Когда в области Рошана находилось два человека. Зашел в инвизи враг. Соответственно, их становится три. Клэпает Рошан. А он клэпает только когда три персонажа. Такая забавная ситуация, да? То есть, вот тебе и подстава. Стрела. Распирита могут быть проблемы. Так оно и должно быть. Маг с ним справляется на ура. Еще раз напоминаю, что хроносфера у нас имеется. Но дальше почему-то идти они навстречу этим неприятнейшим змейкам. Под таким невероятным замедлением не захотели. Хотя, в целом, ну что и могли. Ну, ладно. Я думаю, они против Распирита забрали. Можно сейчас использовать смоки. И пойти кого-нибудь поискать. Кого-нибудь, ну, только поаккуратнее. Приходишь тут на шрайн, да? А тут по четвером тебя встречают. И на этом ггшечка. Очень вероятно, что Сидо сейчас погибнет. Фаник уже бежит впереди планеты всей. Сидо уже начинает гореть. Под Сикер раскастывает ультимейт. Ультимейт от аппарата. Фаник побежал слишком далеко. Но, в любом случае, они Сикера и аппарат... Сикера и... Должны забрать. Сикера и аппарата должны забрать. Да, должны забрать. Но, мне казалось, можно без потери Фаника это было сделать. И дать ему тоже левел за это все время. За это все. А в то самое время, видимо, даже без... Так, вот это уже очень интересно. Как погиб Гикинг. Еще и колем потратили. Ну ладно. Еще и Мирану отдали. Хорошо. Так заменялись, так и разменялись. Подфидонили эффекты. Подфидонили. Сикера и Мирана отдавать нельзя. Притом, это вторая уже смерть Мираны. Но, с другой стороны, здесь у Войта все великолепно. Нападение как раз от мага на Тарксира. И он уже отпускать не должен. Опять, еще Найтсталкер находился. Маки Кинг. Тут прыжок. Но Войт уже слишком далеко. Просто телепорт уходит. Пикачу телепорт сдебить никак не может. И маг отправляется на базовую регеница. Купола реализовал. Статистику свою улучшил. Денюшек заработал. Перетянул врагов. Так что, я считаю, что задача и сам не умер, и саппорта своего не отдал. То есть, это, наверное, задача максимум выполнена. Можно так сказать. 12-5. Счет на 14-й минуте матча. Ну и, несмотря на то, что эффекты ведут по фрагам, опять же, М19 умудряются лучше фармить. Чем-то говоря, стиль М19 меня напоминает немножко стиль веги. Не то, как они играют, каких героев используют. А скорее даже потому, что фармят они хорошо, но фрагов дают больше, чем следуют. Любят подфидонить немножко. В таких командах очень сложно играть на саппортах четвертой позиции, потому что ты приходишь, а у тебя герои только фармить хотят. Здесь, например, маг только получает что-то, старается как-то это реализовывать. Опять же, мы видели, насколько быстро он там на фурионе. Понятное дело, проще перемещаться. Но то, что он перемещался на паке, он чуть менее активно играл. Но там игра была настолько сильно проиграна, что, видимо, не было даже возможности сделать какие-то перемещения такого рода. Блудсикер, кстати, Радиан сразу начинает делать седой, без покупки Мидаса, Эр Спирит, пошел камень, Найт Сталкер уворачивается, благо ночь на дворе, однако прыгает Манки Кинг, получает отличный Сайленс от Кингера, однако стяжка от Дарксира, Голем от Варлока, ультимейт от Аппарата и великолепный купол от Андрюши Магачпенко. Это будет минус 3 в ноль. Просто быстро старается улететь отсюда Варлок, вроде тоже Голема дал, по своей команде помог как мог, но тем не менее, вот этот ультимейт Аппарата, очень хороший купол, там уже Мирана помогла, чем могла. Здорово подрались. Они сейчас прям сразу очень сильно комбайкнули, они забрали двух кор-героев, ну и еще и саппорта, так скажем так, на пассажок. Выжил, конечно, Виномансер и Варлок, но лучше уж Варлок погиб. Виномансер по Найт Форсу на второй позиции, идет он сразу же после Войда, но дело в том, что, если так посмотреть, то у него такие артефакты, с которыми физ урон ты не нанесешь, если будет нужно. А у МК до артефактов, которыми он сможет наносить хороший физ урон, еще очень долго. Даже тот же Седой, скорее всего, себе купит очень быстрый Радиенс. Ну, в смысле, не очень быстрый, но вернется в игру с помощью него. Он начнет фармить очень быстро. Я удивилась, что без Медаса играет Седой, потому что Медас на Блудсике покупают практически 80% про игроков. И в редких случаях это какие-то сразу Ветра, Блэдмэлы и что-то такое с Ашей Ашей, как тоже можно было, в принципе, увидеть. Планируется заход на Т2 Тавр. Умеется Виноманс Размейки, странно, кстати, без Голема, без такого достаточно важного ультимейта, на самом-то деле. Думают, что у Войда нет Хрона, и могут подраться, но у Войда Хрона через буквально 15 секунд, а Голема, извините, меня еще не выйдет чуть подольше. Так, аппарат должен побегать. Пошла стрела. Стрела хорошая попадает в Виномансера, но продолжения нет. Войда вообще в миде фармит, и отдают аппарата и Найт Сталкера на ровном месте. Но, странно. То есть они знают, что здесь 5 персонажей, потому что на карте, в принципе, никто не показывается. И они... То есть Войда даже не летит, они сами выходят из-под Тавра, встреют, отдают двух героев, и как-то странно согласиться с действием. То есть это вот легко просчитать даже игроку в 5К, как я. Поэтому странно. Ну, я думаю, что вы сами все видели. Они еще и Тавр в миде не забрали, и потеряли Войда, из-за которого, во-первых, Фанник получает 500 золота. Ну, и я думаю, что слишком легко Кор-герой погиб сейчас. Очень много Сикер собирает Радианс. Если бы Седой пошел через артефакты по типу Ветров Бэдмэла, возможно, они бы даже раньше начали выигрывать эту игру в плане больше вести по золоту и так далее. Смогли бы просто еще более агрессивно играть, но они ушли в фарм. Вообще, Седой вот как раз про это и обсуждалось, что Седой он только фармить. Это прям его. Но это не всегда хорошо. Наверное, на мой взгляд. Потому что ты должен иметь в любой ситуации оказывается кэри, не всегда тебе дают фарм, не всегда ты можешь вернуться с помощью фарма. Иногда ты должен возвращаться с помощью фрагов только благодаря способностям своего героя. Понятное дело, за фарм крипчиков ты больше золота получаешь, но если вот тебя, скажем так, поставили в такую ситуацию, ты оказался в такой ситуации, соответственно, нужно уметь выкручиваться не битьем крипов. а вот пока смотрится так, что у седого с этим проблемы. Хотя седой он достаточно стабильный кэри, но опять же по команде у него не тир один, опять же войд погибает, м19 начинает доту играть и голем пошел, однако маг уходит, неужели? Слушайте, хороший голем. Я, если честно, хотела сказать, что скорее всего маг все равно погибнет и еще слушайте, они голема потратили, я прошу прощения немного неправильно озвучила с пылы, они голема потратили, чтобы убить, мне казалось сейчас точно он погибнет, но нет, я вот даже не смотрела на то, что есть возможность уйти. Сразу как-то попытаться его быстро не уснуть, сложно быстрого урона нет. нападение от Сикера ультимейт теперь сразу пытается улететь, варлок улетает красиво, очень красиво, прям, знаете, не растерялся игрок и сразу пошел телепорт, ультимейт аппарата пришел слишком поздно, соответственно, казалось, быстрый минус, но в итоге минус аппарата минус это Сикера и вот это было красиво, сейчас Дарксир конечно забожил, купол тоже вышел очень крутой, смогли разобраться с Манки Кингом, разменяли Сикера и Найт Сталкера на Манки Кинга, также должен погибать здесь еще и Войт, вот этот отправится в таверну, подходит Мирана, расправляется с Леноманстером, ну а сама делается телепорт на базу. Два в три в итоге размен, вот использовали М19 момент, как только были потрачены два ультимейта аппарата и Сикера сразу же напали и в итоге мы смогли сделать минус 4. На Рошана идти у них нет возможности никакой и в принципе урона Рошана тоже нет, ну поэтому они для себя посмотрите два в четыре разменялись, хотя стоит отметить, что потеряли двух кор-героев. Выжила только Мирана. А вот она как раз и на Лансере убила. Стрфу опрегнула с телепор дошла. Я как-то немножко удивилась по поводу ВФа. Видела уже как собирают, но там были иллюзии. А здесь ВФ для скорости фарма вроде ну интересное решение кстати. Да и в целом он нет, он не плохо на МК, это я думаю очевидно для всех. Варлок уже не уйдет. Далеко слишком зашел он. Его за это наказали. Но в любом случае удивительно, что он так решил собраться. Я вообще думала, что это будет ЛНК. что-нибудь такое а-ля против Найт Сталкера, против Сикера есть, против чего скажем так этот артефакт собирать. Но нет, это будет именно ВФ. А дальше Плакенбар. Потому что Саунс хочется как-то контролировать скажем так. Войт уже хрона имеется. Вообще в этой игре у мага и правда хрона очень хорошая. Нужно как можно быстрее наформить себе манту. чтобы Саунс сбрасывать, манту раскастовывают ультимейт, Дарксир поставил стенку, Сикера забирают, потратили на него два ультимейта целых. Ну, неплохо, забрали и забрали. И сейчас как раз пятером Рошану можно и одолеть. Все-таки 40 секунд у них имеется свободное время. Однако не стоит забывать, что против Войта на Рошану заходить тоже опасное дело. Неужели они не понимают, что здесь на Рошане? Да. Судя по тому, что сюда летит тиммейт аппарат, они все прекрасно понимают. Шану забрали. Камбэки с одной и другой стороны, я согласна. В этом-то интересно, это команды все-таки равного уровня, как и предполагалось, несмотря по результатам первой карты, которые меня немного смутили. нижнюю башню сел тьмы атакует. И смоки. Как-то так, маг отпрыгивает Монлайт Шадоу Атмираны, подходит сюда МК, отказается разойтись, Феноманс расставляет змейки, просветка уже полностью в пустоту. Не получилось словить мага, он себе сбил телепорт специально, что ли? Либо это для чего было сделано, то есть они хотят контр-инициировать? опасно, опасно, Аегиса контр-инициировать, хотя здесь остается Варлок и МК, у которого Аегис, МК показался, пошел ультимейт от Сикера, раскастовывает ультимейт МК, ультимейт от аппарата, подхилл от Варлока, но, как вы понимаете, он не действует, подходит сюда выбивает Аегис, рядом находился Варлок, пошел Голем, ну и надо Сикером что-то сделать, Серос Перед, Камень, Фаник тут как тут, сейчас будет тяжечко по двоим, сделали уже минус 3 и это трипл килл для МК Кинга, они потратили, ну, вышло прям, знаете, идеально для М19, потому что потратено было два важных ультимейта в Аегис, и они этим воспользовались и вышло прям-таки как доктор прописал, опять 7-19 камбэк и 18-16 становится счет, ну, они и так Рошану забрали, понятное дело, и провели неплохо последние минуты игры, так, еще как-то, слушайте, они слишком быстро аппарат расстреловали, казалось, аппарату здесь вообще показываться нельзя, но, видимо, не ожидал, не ожидал наглости, такое, м-19, 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 аегиса, ультимейты откатились, хроносфера есть, и если будет хроносфера хорошая, то эффекты эту игру могут выиграть, поэтому м-19 продумали все эти моменты, и решили дальше пойти фармить, по фарму, кстати, давайте пройдемся по артефактам, я уже говорила БФ, сабля, и планируется покупка Блэкинбара, именно, мансер практически имеет аганим, кроме войла, му-худа и подстава, я извиняюсь, еще не до конца выздоровела, Дарксир, тоже, в принципе, решение хорошее, ну и пайп всегда, тут лишним явно не будет, смоки, начинается замес, пошла стяжка Дарксира, Виномансер рассказдавался, распирит, ультимейт, подставили хроносферу, хроносфера очень неплохая, так обидеть в эту хроносферу просто некому, потому что магу приходится отсюда ретироваться, аппарат первый погибает, теперь могут пробелись, быть умирана, она уже потратила лип, камень, использует мантостайл, начинает ход щитком Дарксира, ирспириты, и замедлением Виномансера умирать, и это минус 4 от эффектов, трипл килл от Виномансера, отлично сыграно, М19 перевернули, перевернули, да, она была очень жесткая, поэтому она мне оставляет посылки, по 17-21, ну и теперь, даже если тратить байбеки, то войд во-первых и нет, также и не будет хроносферы, мог выкупить сикер, однако задавить эту сторону просто не было никаких шансов, пытается как-то откидываться, ну сейчас сикер арестился, возможно получится забрать МК, у него нет блокимбара, да, МК должен погибать, пошел голем от Варлока, МК до сих пор жив, но, наверное, ненадолго, да, так оно и есть, приедает сюда именно Мирана, разбавляется также с Дарксиром, Дарксир отправляется в таверну, скорее всего, заберут еще и Виномансера, но выполнила, в принципе, основная задача, они забрали сторону, да еще и еще раз убили сикера, еще раз убили Найтсталкера, соответственно, они еще разменялись три в три при такой ситуации, я думаю, они в целом должны быть довольны, потому что сейчас произошло. Следующая цель команды М-19 это реснуться, подождать появление следующего Рошана с Сыром, с Аегисом, уже БКБ будет у Мангей Кинга к этому времени, и с БКБ он будет, ну, не то, что не убиваем, но аппаратом не будет таких неприятностей приносить, как сейчас, приносить, как сейчас. так вот, так же собирается в БКБ, видимо, одной манты здесь оказалось мало, да, против этого пика, я думаю, БКБ очевидный достаточно вариант, ну, маловато вещей, честно говоря, у Войда, 30-ая минута, хотелось бы больше, вы помните, какой изначально был у него Торс, первый на карте, сейчас он начинает проседать, проседать, хотя Войд, вроде бы, был формен достаточно быстро, все началось с того момента, когда его очень быстро забрали в миде, потом еще одна смерть, и вот это уже подна... он потерял то драгоценное время, которое у него прям было, за которое он мог вынести максимум, максимум всего, и сделать по максимуму, Мидасу над Сталкера, также собирает Баланар себе Блэкин Бар, Мирана, Монта Ди Фуза, идет о фоне по такой же стратегии, как и на предыдущей карте, но вот та самая БКБ, еще и Дабл Дэмэдж на нижней руне находится у нас, что для Маки Кинга может быть очень даже заманчиво. Они даже решили не ожидать появления следующего Рошана. примерно 50 секунд, 50 секунд это на самом деле не такая серьезная цифра, можно было бы за это время еще что-то для себя доформить, например, для Виномансера, я думаю, БКБ тоже лишним не было, при том БКБ у него очень скоро появилось бы, он бы скорее всего продал в любом случае Аквилл, и его тебе там чуть-чуть еще подформить, есть БКБ, то есть тут уже у тебя у МК БКБ, у Виномансера БКБ, Тарксир с Лотусом, Пайпом его очень сложно взять, ну а Ир Спирита я у Варлока не особо жалко, там у Варлока главная цель будет тот самый хороший, хороший, голем, хороший голем. Раскостовал свою тиммейт, ставится Хрона, Хрона у нас по Виномансеру, Виномансер, вот тебе и вот тебе и Виномансер, все-таки БКБ может бы и пригодилось, чуть поплотнее было бы, ну от Хрона конечно БКБ не спасет, но тем не менее, Спирит начинает драться, Увойт уже потратил много своих, ну сейчас Монтай, в принципе у него в колдауне была Мирана, избивает Распирита, Распирита проблема, да, тут никуда он не должен уходить, даже если будет пытаться этим заняться, то его должен догонять Найт Сталкер, хотя, а вот тебе и нет, у Найт Сталкера начинается день, а Распирит отсюда укатывается, потеряли МК, потеряли Виномансера, потеряли Дарксира и сторону они не забрали, не забрали даже Тавр, и в чем же проблема была в действии команды М19, почему не подождать Рошана, почему не подождать БКБ у Виномансера, почему просто не пойти тут 100%, как только тратят свои лутсикер и аппарат ультимейты куда-то с войдом, ты два раза за хроносферу не выбьешь там Аегис, соответственно, все, тебе приходится тратить в одного хрона, желательно у того, у кого сыр, чтобы он не успел его прожать, ну, а если что, если там Аегис, опять же, будет у МК, скорее всего, Виномансера, сыр, потому что он чуть более плотный, отдали тавр, ждем появления Рошана, БКБ, кстати, появилась у Найт Сталкера, Смоки. Ну, это правильное решение, абсолютно правильное решение, они знают, что там в войдах уже хрона есть, но им нужно сделать быстрый минус, либо быстрых два минуса. Ну, понятно, если 3, 4, 5 получится это приятно, но, тем не менее, сделав один быстрый минус, они подготавливают площадку для того, чтобы забрать Рошана, и это как раз будет практически выигранная для них игра, если они сейчас эту драку хорошо пробедут и заберут Рошана. И, посмотрите, у нас войд находится под смоками, также отлично понимают это эффекты, то есть, все, это подготовка площадки для Рошана, ты должен пойти в смоках и сделать фраг. У кого это получается сделать, тот и забирает Рошана в итоге. Ну и там уже, в принципе, дело несложное. Пойти настроение ломать, когда их герои не дефят. Полетела тема этот аппарат, проверочка. Рошан появился. Еще, кстати, Т1, вот тоже М19 должны были пораньше забрать то, что, в принципе, сейчас делали эффекты. Будут ли дефить? Нет, они отдают Рошана. Отдают Рошана, будут пытаться дефиться с базы. Очень мало вещей у Блудсикера, на мой взгляд, для 35-й минуты. Ну, вот, эта покупка Родинса, она, конечно, с ним он очень быстро фармит, я не спорю, круто, здорово, но, сколько он времени потратил на то, чтобы этот самый Родинс купить, то есть, если бы он изначально более агрессивный артефакт собирал, я уже об этом говорила, но хочется, наверное, этот момент отметить. Если кто-то не согласен, напишите, вот, интересно, как вы считаете, нужно ли было бы, нужно ли было в этой игре собирать Блудсикеру изначально Родинс, либо через Медас, например, Плэдмейлы, Ветра, Саши Яшей, и что-то такое, в таком духе собираться. Ставится пауза, Вроде бы пик у эффектов на лейт, согласитесь, у них там и, опять же, Мирана, я уже говорила, в лейте мы, в принципе, видели на предыдущей карте, что, может, этот персонаж в лейте очень много дамажа наносит, и, опять же, Войт, то есть, Войт, который стоял в миде, то есть, артефакты у него, опять же, на урон, достаточно быстрые, ну и Сикер, то есть, это три героя против, считай, одного Манки Кинга, да, Манки Кинг, он тоже силен, но, тем не менее, казалось бы, неужели М19 эту игру выиграют, все-таки. Преимущество эффектов небольшое, но, тем не менее, да, вот Шрайны тоже, я абсолютно про этот момент не сказала, они уже давно могли все Шрайны попробовать забрать, это, опять же, денежка для того же Варлока, я думаю, и остальные от нее не откажутся. Сыр отдали Дарк Сиру, а Егис отдали Манки Кингу, опять же, интересное решение, то есть, Виноманстеру ничего не дали, а купол в предыдущей драке именно на него тратили. Ну и сейчас купол по двоим. Купол на Виноманстера, погибает Виноманстер, погибает АЕгис, МК. Сейчас МК рестница, он не тратил БКБ, соответственно, пошел Голем, раскостовывал свой ультимейт, стоит стенка Дарк Сира, палка, ну тут должны забирать. Неужели Войда не видят? Неужели не видят? Ах, ясненько, ясненько, а Вижн где? Вот же. Аппарат забрали, но теперь без схрона. Без схрона, мульта у Блудсекера откатится достаточно быстро, у Найтсталкера гем. Еще и Войда можно попробовать забрать. Войд отсюда уходит на развороте. МК отправляется в таверну. Эрспирит, как же он сейчас может круто убить всех? Ну, Седову он точно должен забирать, хотя Седой на развороте. Ух, опасно было. Да, все-таки получается забрать. Мак дерется до конца с Фанником. У Фаника уже был потрачен сыр, накинул на него глимер, подождите, у него. Давай, беги. Ну, как же так? Прошу прощения, не глимер накинул спирит, я правильно сказала. Слок кинули. Есть что? Есть шанс? Подрались они, если честно, отвратная одна и другая команда, но эффекты подрались для себя в разы лучше, потому что они не подпустили М19 к своей базе. Это первое. Второе. Они выбили Аегис. Они... Ах, вот оно что. Сыр отдал Манки Кингу. Ну, понятно. Теперь. Теперь Геномансер до сих пор... Помните, сколько минут назад я примерно говорила о том, что нет Блокенбара. И до сих пор его нет. Я не говорю, что он выживет за Хрона. Его за Хрона убивают. Если ты поражмашь или не поражмашь, это не важно. Но там еще ультимейт аппарата очень много дамеджа, я уверена, нанес. И Пикачу сейчас стоит об этом подзадуматься. Что все-таки тот момент, когда они пошли без Аегиса, он очень много дал эффектам. Прям, знаете, прям очень много. В том моменте, если бы Хрона... Ну, они поставили, и там был Аегис, то могла эта ситуация закончиться уже гораздо-гораздо раньше. Неужели они дальше идут? Кстати, решил не деизолятор, как планировал, а бабочку собирать себе Маккинг. Мирана 2600. Я думаю, что тоже приобретет себе молнии какие-нибудь. Самое забавное в этой ситуации, что заходить к М19 тоже будет непросто. Ты уже будешь заходить против змеек Виномансора и там, тема собой, альтимейты. Неприятно, скажем так. Очень мало вещей у Варлока, но у него в целом, скажем так, неприятно, потому что у него нет никакого дополнительного золота, например, какой есть у аппарата 60 золота в минуту. Хотя, по артефактам, как вы видите, примерно идентично. Тут даже Глибер как-то более жестко смотрится, в плане более полезно, чем у Урна. Нет, сталкер тоже очень хорошие артефакты. Мидас полностью себя купил. Решили уйти в фарм и не прогадали. И опять хочется отметить, что тут закидывали и одни, и другие. Ну всё, БКБ есть. Отлично. Теперь надо подумать... И вообще, очень часто Пику покупают на Виномансоре для большей мобильности, но он приобрёл себе Даггера. Здесь же можно подумать уже о покупке Акторина вместо Даггера и быть более плотным. Но Даггер он, я так понимаю, купил для того, чтобы была возможность может отпрыгнуть от Хрона или что-то в таком духе. Но как-то не выходит в Иномансоре сделать. 3600. Кстати, я была не права, не молнии будет покупать Мирана. А МКБ, ну, уже видели, что, видимо, планируют в Манке-Инксе приобрести и посчитали, что нужно его как-то пробивать. Потому что пока... Что у Войта, кстати? У Войта практически уже есть МКБ. Соответственно, тут будет два МКБ, чего предостаточно просто. То есть он на опережение играет. Кто подставился? Мак вернулся на первое место по Дворсу. Здесь 4-7 у него статистика. Как я уже говорила, буквально через 400 золота появится МКБ. Возможно, конечно, на байбэк стоит отправить, оставить, потому что могут отправить таверну и на этом, на этом как бы твоем МКБ до еще хроносферы. В теории это возможно. Если ты не успеешь Войта из стана. Примерно 40 секунд опять до Рошана и М19 как и на предыдущую. Мы как просто считатели идентичны. Не ждут. Прямо 2 МКБ сразу. Ставьте свои змейки. Ждем. Посмотрим, как у тебя получится без АЕГСа заходить еще раз. Просто в прошлые 2 раза закончилось очень плохо. Под лодцем находился. Блокси, которые не очень приятны. МК на кипре тиммейт. Виномансер прыгает. БКБ прожимает. Здесь седой. БКБ также прожимает Виномансер. Успевает сделать. Но МК тратит просто полностью все в него. И однако БКЧУ получается забрать. Это первый, кто у нас погибает в этом замесе. Разбираются, правда, так же и с магом. Маг без ББ. Конхроносферы нет. МК бегает под Блокенбарм. Нападение на Кенгера. Очень вовремя дает у нас Сайлос. Мирана попадает стрелой. Начинает избивать у нас Дарксира. Дарксира отправляется в таверну. Прыгает дальше Афонин. И, конечно, здесь МК никто не отпустит. Но, я даже не знаю. Что-то в последнее время веет 3-2-2. Да? Нет. На самом-то деле тут не 3-2-2. Тут просто банальнейшая ошибка. Вы один раз пошли без Аегиса, когда могли дождаться его. Погибли. Вы второй раз пошли с Аегисом, вы погибли. Вы третий раз идете без Аегиса и погибаете. Как вы думаете, в чем дело? Тут возможно попробовать через сприт играть. Возможно, через Байбеки. Возможно, все-таки стоит дождаться Рошана и увеличить свою выживаемость артефактами как-то. Загнать в ИТЭК, в принципе. Но они как разменялись? Они забрали только Войда, да? Это очень мало. Если бы них там Мирана тем более еще больше набирает. Посмотрите, они уже заходят тоже на ХГ и разводят на Байбеке. Притом идеально получится, если они заставят ее выкупиться и потом на Рошана пойдут. Пока не тратят Байбеки. Очень не хочется тратить. Прыгает Эрспирит, подстанивает, не хотят отдавать просто так Тавр. Тавр пойдет точно. Теперь будет самый главный вопрос, пойдет ли Барак. Но судя по тому, как быстро все это происходит, БК прожимает Мирана, забирает Барак и делает Телепорт. Отлично сыграно. Афони свою команду тащит. Отлично. Рошан появился, Байбеки не были потрачены, но они отдали Стору за то, чтобы не тратить Байбеки. Потеряли Найт Сталкера, но тем не менее. А, Гем, тоже обидно. Гем и Найт Сталкера. Ну, даже все это они отдали для того, чтобы забрать Стору. То есть, теперь по сторонам ситуация равная. Теперь Рошан. Это следующая цель обеих команд. Я надеюсь, М19 вспомнит в этот раз о его существовании, потому что тот раз, когда они не вспомнили, они отдали игру. И сейчас чуть ли не Рапиру придется покупать Манки Кингу, чтобы что-то изменить. Прямо надо настолько хорошо им подраться. Все, Мансера здесь, Спартак здесь. Нет, Спартак не у меня на стриме, но вроде бы скоро я его тоже буду комментировать. Игры очень такие сложные какие-то для комментирования. Столько моментов с одной и с другой стороны, которые хотелось бы обсудить. Найт Сталкер, делай байбэк. Ну и Войт, Хрона. Понятно, разошлись. Имеется Вижн здесь у Дайр. Дребец от умирания на байбэк надо. Может пойти... Тут, кстати, интересно, что она пойдет. Я думала, возможно, это будет плотность на что-то а-ля Скади, что-то может урон седой. Манту приобрел. Но для 47-ой минуты все равно мало. Но мне мало этих фактов. Начало, когда было не самое удачное выбор артефакта. Наверное, по-другому. Но нет. Использует Шрайм напоследок. Ох, как обидно. Эти иллюзии сыграли злую шутку. Потому что Виномассору придется делать байбэк. Но была потрачена хоросфера, МК раскастовался, Войда отправили в таверну. Войд думает, будет окупаться или нет, потому что хрона-то нету. Аппарат также отправляется отдыхать на 50 секунд. Найт Сталкер сделала байбэк. И это значит, что есть шанс забрать без каких-то проблем Рошана. В это правда время происходит такая вещь. Найт Сталкер герой, игрок, который занимается очень хорошей вещью. Он забрал тавер, просто фри. Притом здесь еще и фаника скорее всего заберут. Так оно и получается. Рошана они отдали, только не просто так. А еще за этого Рошана и тавер взяли, и Дарк Сира. Так что для себя они вынесли в любом случае очень много. Найт Сталкер побежал, но лучше бы он просто забирал в сторону. Его просто некому остановить сейчас, потому что пока они придут, да, он просто забрал в сторону за этого Рошана. Как бы вот это знаете, обо мне напоминает эта ситуация, когда ты играешь, у вас у команды только все наладилось. Просто представьте папчик, вот вы проигрывали очень много, но сейчас наладилось, все пошло, у Кэри все отлично, у Мидер разрывает, убивает, вы там деретесь, замес, ух, идет 5 минут, потом смотришь, а у вражеской команды был Фреон, потом смотришь на свою базу, а у вас оказывается сторон не осталось, и как бы ты нехорошо дрался, против мегакрипов все-таки выиграть невозможно, понятное дело, я думаю, каждый из нас выигрывал такие игры, но тем не менее, это сделать все-таки достаточно сложно. М19, подождите, у вас тарксира нет, я не хочу сказать, что он полноценный член вашей команды, неплохо было его подождать, но все-таки опасно. У Войда Хрона есть, у Войда Байбэк есть, этот сталкер тратил Байбэк у него в кулдауне, Мирана, как я и предполагала, выбирает сатаник, но до этого она себе купила еще травола. Вот я прикладывала либо сатаник, либо с Катей, но в принципе какой-то мне лично нравится. 50-ая минута. Даже Ганима нет, хотя вообще можно было бы попробовать накопить. Команда не помогает с вардами. Ух, тиммейты. Я стараюсь, ставлю варда, вот мне помочь, не может, а Ганим, кстати, в любом случае на Варлоке артефакты неплохо посмотрели, согласитесь. Такие там Ганимы, рефрешеры и все в этом духе. Привык Голема при смерти тоже, как бы, дело хорошее. Но тем не менее, МК раскастовался, Дарксир прыгал, стяжка, накатут БКБ с одной с Сикера и Мирана. Кстати, очень больно, посмотрите, Миране. Ну и начинают ломать сторону. Все-таки бараки упали. В этот раз успех. А где же Хрона? Ой, да. Можно было наверное чуть дальше, но в любом случае МК отправится в таверну. Также в таверну отправится и Дарксир. Разумеется, спирита никто не отпустит, как и Варлока. Да, призвал Голема после смерти. Выбивают Айгис у Веноманстера. А, мне казалось Веноманстера это... Просто убери Веноманстера. Просто убери. 120 секунд без него. По байбекам сразу давайте смотреть. Состояние выкупа. Состояние выкупа. Веноманстера байбека нет. Есть УМК. Но это все. Просто на траволах лететь и взломать последнюю сторону, которая есть УМ-19. Слушайте, сколько у нас камбеков в этой игре. УМК выкупился. Говорит, у нас тут у всех байбек есть. Не идите к нам. Но на самом деле еще и иллюзии тоже приятные такая. Руна достаточно. Вообще им на самом деле надо как можно быстрее идти ломать сторону и не отвлекаться даже на шрайны. На это сталкеры. То, что они потеряли, это вообще ничего не значит. Пойдем на этот барак. Да на сторону пошли. И правильно, что он делает на сторону. Кидает свои стрелы. УМК хочет откинуться, видимо, с ультимейзом как-то. Используется глиф. Но через секунду. Ресница варлок. Хрона 20 секунд. МК дефит свои бараки как может. Здесь в любом случае забрали. Ну и практически все живы-здоровы. Стрелы. Не попадают ни в кого. В это время у нас пытаются разобраться с седым. Ультимейт от аппарата. БКП находится седой. Хрона. Хрона. За Хрона надо убить МК. Если они убьют МК, то на этом в принципе БГ, потому что МК это единственный физ урон у М19. И уже на этом надо избивать. РС-перек улетает с телепорта. Говорит, да ну вас. Ну и варлок также погибает. Теперь ГГ. ГГ эффекты все-таки осилили своих оппонентов. Хотя знаете, вот такая игра, о которой можно сказать ошибали все. И понятно, кто ошибется меньше. И с одной стороны, и с другой. Мне понравилось в принципе как Мак сыграл практически на протяжении всей игры. Единственный наверное момент, когда можно было скажем так что-то сказать. Это вот та ситуация, когда они могли раньше пойти и что-то сделать. однако он предпочел в миде умереть. Когда они дефились, помните, внизу был такой момент, наверное, ярко выраженная ошибка, когда дефились внизу втроем, а в миде Мак и еще, я не помню, кто занимался спритом, хотя у него была хроносфера, могли бы подраться, но в итоге они и втроем умерли, а потом еще и Мака отдали, хотя у него там стрик был и топовый нетворс. тем самым они сами подарили М19 возможность камбэкнуть. Но М19 этой возможности не воспользовались. Слишком много фида, слишком много смертей от кэри команды, 8-12 сыграть на МК тоже, наверное, не самый впечатляющий результат, если твой саппорт на Арспирите играет 8-4-18. Я думаю, что-то скажут мои ребята по поводу этой игры. Ну, а я ухожу на небольшую музыкальную паузу, еще точно не знаю на самом-то деле, кто там спириты либо с кем они ДД играли, либо спириты, либо ДД выиграют. В принципе, с этим оппонентом и будет играть вега. Сейчас я, возможно, постараюсь вам сказать... Ага, нет, не скажу ничего. Забавно, почему-то они ничего не написали в конфе, но я думаю, что сейчас я уже узнаю, что будет. Всем большое спасибо, кто меня смотрит, и увидимся буквально через пару минут на игре веги. Я напишу в чате, с кем она будет играть.